В сегодняшнем выпуске передачи интернет сходит с ума по абсолютно любым причинам, кроме уважительных. Годов ворогнарёк. Не ожидали, я знаю. Почти неделя прошла с момента анонса, и с того, что показали на презентации PlayStation Showcase, люди скорее довольны, чем нет. Наверное потому, что они поняли, что получат буквально ту же самую игру, что в прошлый раз, но продолжение. Это буквально то, чего они хотели. Это буквально то, чего хотели все, кто по новой серии, начиная с 2018 года, фанатеет. Это не совсем то, чего хотел я, но с другой стороны, то, чем она является теперь, меня в принципе тоже устраивает, поэтому я лично не против. Ну и в принципе сказать особо и нечего, кроме возможно обсуждения образов персонажей, которых даже если не показали в трейлере, то показали в отдельных промо артах. И как обычно бывает, когда интернету нечего обсуждать непосредственно по поводу самой игры, потому что там буквально нечего обсуждать, она та же самая, что была в прошлый раз, только теперь еще раз. Правильно, мои дорогие булочки, обсуждать остается, что дают. В этот раз визуальное соответствие интерпретации Санта Моники с каноном оригинальных мифов. И да, это будет именно настолько смешно, насколько вы можете себе представить. Жирный Тор и, упаси господи, черная ангербода, вас сегодня ждет много рофлов, потому что люди недовольны. Но знаете, кто доволен? Я. Я доволен тем, что вы нажимаете красную кнопочку подписки справа снизу и колокольчик на все оповещения, потому что каналу развиваться это действительно очень и очень сильно помогает. Поэтому я на вас надеюсь, если вам понравилось, конечно. Особенно вторая спровоцировала меня снять это видео, потому что недовольство ее кастом ни много ни мало вывело на диалог одного из сценаристов Санта Моники, который после многочисленных и недовольных ответов, можно расценить их как агрессивные, мы дальше будем на них смотреть, решил высказать свою позицию сполна. Удалось ему это или нет? Ну, совсем скоро узнаете. Но я думаю, что нужно начать с чего-нибудь более оптимистичного, я полагаю, более такого вот лайтовенького. То, про что я отдельное видео делать не хотел, но раз уж такое дело, то почему бы не закинуть в копилку? Вместе с трейлером на одном из официальных промо-артов показали Тора, большого мальчика, не соответствующего визуально образу, который сложился у людей в головах после того, как Marvel это представление немножко о Голливудил, если хотите. Основательно так, мейнстримно. Вы, конечно, можете сразу сказать, что интерпретации Тора разными художниками и повествователями, и кем бы то ни было, еще были буквально сотни, если не тысячи. И да, я с вами соглашусь, но вы должны понимать, что мы живем немножко в другое время. Во время, когда вся эта викинговская слэш скандинавско-мифологическая тема просто до смешного сильно доминирует медийным пространством. Я не знаю, почему дело телеигр, слэш сериалов, слэш фильмов настолько сильно ее любят. Я правда не понимаю. У нас есть много других тематик. Египтская, пиратская, ковбойская, какую угодно назовите, но сейчас вот особой популярностью пользуется именно эта. Супергеройскую я не учитываю, потому что она слишком уж диверсифицированная. Короче говоря, у людей есть не просто представление четкое в голове о том, что они предположительно хотят видеть, даже если оно основано на Крисе Хемсворте. У них есть очень агрессивное представление, за которое они будут стоять до конца, даже тогда, когда, наверное, бы не стоило. Разумеется, как только промо-арт был показан, моментально нашлась армия экспертов. Причем экспертов с очень-очень сильно разнейшимися взглядами. Можно подумать, что Тор как персонаж вымышленный никогда в жизни не существовал, а значит его истинный, каноничный, если хотите, физический образ мы не можем отследить и как-то точно описать, потому что его описывало огромное количество разных рассказчиков. И каждый его описывал по-своему с некоторыми схожими чертами, скажем так. Да, действительно, источников много и все они разные. Но у нас есть некоторые описывающие такие вещи, как, например, то, что у него был гигантский аппетит, что он мог за один присед сожрать корову или выпить океан, что довольно разного масштаба действия. Я имею в виду, нужно очень много разного места для того, чтобы уместить у себя в брюхе океан или корову. Корова немножко меньше океана, на мой личный взгляд. Это мое вот мнение такое. Я понимаю, что в интернете мнение высказывать опасно, но тем не менее. Естественно, как вы можете догадаться, когда встречаются две группы людей, которые пользуются диаметрально противоположными, но технически не неправильными источниками, у нас случается срач, который не заканчивается абсолютно ничем продуктивным. С одной стороны, у нас есть люди, которые утверждают, что вы не можете найти ни одного официального источника, утверждающего, что Тор по канону был жирным. Да, кстати говоря, напоминаю, если вы вдруг отвлеклись, что мы действительно обсуждаем на полном серьезе, видимо, с предположительным оскорблением, да, с нарушением канона, что из-за того, что Тор жирный, это плохо. По какой-то причине то, что у него гигантское пузо, это очень плохо, это плохо повлияет на историю, может быть. Не знаю, как я имею в виду, мне как русскому пацану, выросшему, конечно, в Москве, но все-таки мне вот эта картина нихрена не чужда. По-моему, у половины других ребят, которых я знал, батя выглядел примерно так. Это я к тому, что по сравнению с оригинальным каноничным Тором из рукописных мифов, этот визуализированный Тор выглядит гораздо более реалистично, что ли, такая вот ирония. С другой стороны, баррикад, у нас есть сторонники теории о том, что когда человек, если можно таким словом назвать бога, который, я на всякий случай напоминаю, в реальности не существовал, будет столько жрать и пить, то в какой-то момент он должен разжиреть. Приводят, кстати говоря, довольно развернутые аргументы. Мне на самом деле вот эта срач нравится тем, с каким умом, с какой расстановкой люди подходят к объяснению своей позиции, при том, что и та, и другая позиция в чем-то правильная и в чем-то неправильная. Вспоминая, например, многих известных тяжелоатлетов, каких-нибудь, которые выглядят ни хрена не как Крис Хемсворт, потому что они точат свои мускулы именно по то, чтобы делать одно определенное действие, там, не знаю, тягать железо или что-нибудь дедлифтингом заниматься, неважно чем. Короче говоря, они делают свои мускулы не гламурными, а настоящими. Разницу между мускулами для показухи и мускулами настоящими, я думаю, вам объяснять не надо, это известная тема. То есть народ на полном серьезе обсуждает, как должен, обязан, если можно так выразиться, выглядеть персонаж из мифов, не настоящий персонаж, который никогда не существовал, при том, что этим мифом гораздо больше, чем 100 лет в обед. Я не уверен, что Тор должен выглядеть хоть как-то, особенно если речь идет про даже не адаптацию, а интерпретацию. Я гораздо больше склоняюсь к мысли о том, что если такой образ нужен для истории, потому что он каким-то образом на его персонажа будет влиять, может быть, это будет некоторая тонкая или не очень тонкая, может быть, даже толстая метафора. Короче говоря, вы таким нарисовали не просто для того, чтобы он был жирным, чтобы посмеяться над ним, а для того, чтобы это выполняло какую-то функцию. Ну, тогда уже нужно говорить непосредственно о самой функции, но именно акт нарисовывания его жирным лично для меня ничего не меняет. Если, конечно, его таким не нарисовали в целях того, чтобы выставить токсичных белых мужиков токсичными и белыми, но не то, чтобы Атрей был не белым, я имею в виду, у него как-то вот нормально все работает, да и Кратус, если уж на то пошло, не очень темноватый. Наиболее популярно принятые версии мифов, научно принятые, если хотите, описывают Тора как стрёмного мужика с грудью, напоминающий бочку или что-то в таком духе, напрямую про то, какого размера у него было пузо, вроде они не отсылаются. В основном они говорят именно про то, что выглядит он довольно стрёмно, но при этом он достаточно сильный, чтобы с ним считались в любом случае, поэтому ему по большому счету плевать, как он выглядит. Да, это вполне себе в духе скандинавских мифов, если так подумать. Поэтому, в принципе, подобный образ вполне себе можно оправдать каноном. Но откуда берется современное представление о каноне? Ну, конечно же, оно берется из Криса Хемсфорта, конечно, оно берется из марвеловской киновселенной. Я имею в виду, это мейнстримные фильмы, которые снискали невероятную популярность, которые ни много ни мало сделали Криса Хемсфорта настоящим актером, вместо ноунейма, который до этого ничем толком не занимался, по большому счету, ничем важным, по крайней мере. Люди миллионами, просто десятками миллионов смотрели на этот образ, и теперь это единственное, о чем они могут думать, когда слышат у себя в голове слово Тор. Хотя, по факту, конечно, интерпретаций Тора было просто невероятное количество. Можете брать какие угодно, ни в чем себе не отказывайте. Главное, чтобы этот образ служил историей. Лично я вот против такого Тора ничего не имею. Я думаю, что вы тоже, потому что вы умные мальчики и девочки в самые лучшие булочки, которые, кстати говоря, на канал подписались, поэтому я вам доверяю. Но этот срач я нашел довольно безобидным и даже забавным. В отличие от следующего, который заставил бомбануть аж одного из сценаристов Санта-Моники. И не просто сценарист, аж нарративный директор всего проекта Мэтт Софас, который решил защитить каст Ангербода. Немножко почерневший за лето, если хотите. Достаточно сильно. Знаете, настолько, что даже стало заметно, особенно по лицу и всему такому. Короче говоря, они взяли на роль представителя расы, который, скорее всего, в скандинавских мифах не фигурировал. Ну, напрямую, да, потому что не тот локал, как будто бы и персонажи там должны быть соответствующие, немножко другого цвета. Напрямую там про их цвета говорится далеко не всегда, как, например, про ледяных гигантов, когда их описывают буквально синими. По-моему, там была пара вот каких-то точных прям источников, когда они так и говорили, прям вот все это упоминали. Про людей они говорят немножко меньше, про богов в том числе. Объяснение Мэтта Софаса по поводу такого каста, который ему пришлось дать после того, как он поучаствовал в треде начатого косплеерши, который понравился образ, она хочет сделать костюмы внезапно, у нее появились детракторы, которые должны в абсолютно неподходящем месте упомянуть про то, что это вообще-то не канон. Где это вы видели в скандинавской мифологии черных людей? Не бывает такого. Мэтта Софасу пришлось сказать, что мы делаем интерпретацию, а не адаптацию, с чем я, как минимум, в теории могу согласиться. Правда, потом он говорит немножко более спорные вещи, но тем не менее, это правда. Подобный же аргумент я использовал, например, когда говорил про «Темную башню», не самый хороший фильм в истории человечества, мягко говоря, но тем не менее, очень многим не понравился каст Идриса Эльбы на роль стрелка, потому что стрелок должен быть белым, потому что он на какбойском образе основан. И я задавал тогда один очень простой вопрос. Какая разница? Я имею в виду, если его цвет буквально сюжетно ни на что не влияет, то какая к чертовой матери разница? Внятного ответа я тогда и до сих пор, в общем-то, так и не получил. Но, по крайней мере, тогда можно было вынести аргумент, что это адаптация. То есть, если в книге изначально был описан именно такой образ, то неплохо бы соответствовать ему полностью. Аргумент не всегда самый сильный, но я готов его хотя бы принять. Когда мы говорим про интерпретацию, которая уже сейчас очень-очень слабо на оригинальных мифах основана, ну, тут, мне кажется, мы имеем гораздо больше свободы действий. Тематических срачей вы можете найти просто невероятное количество. Я боюсь даже заходить на ДТФ, где публиковали эти новости. Скорее всего, я с ума сойду, если прочитаю по 105 или 6. Поэтому давайте ограничимся одним ключевым тредом, в котором отписался Матс Софас лично. Матс Софас, да, на котором вы дзюдо занимаетесь. Когда Касперша под никнеймом Алана Смит сказала, что ей очень доброст нравится, угадайте, какой костюм я буду делать теперь, некто Эмиль Ригес, если я правильно это читаю, спросил, я не понимаю, почему, как бы, черный человек, почему вот именно такой каст? Чем вызвана эта смена цвета кожи? Непонятно. Она ему на это отвечает. Потому что черные люди существуют. Сваливай с моего Твиттера. Достаточно смелое заявление говорить, что Твиттер принадлежит социально справедливым нытикам и, скорее всего, сторонникам БЛМа, но, с другой стороны, она о ней не права. Но тред продолжается. К обсуждению подключается генерал Рэм Котт. Представьте себе быть фанатом персонажей из Force Unleashed в 2021 году, который говорит только не в скандинавской мифологии. Мэм, так сказать, обращается с уважением. И вот тут-то в беседу и вступает лично Мэтт Софас, который задает достаточно логичные вопросы. А существуют ли в скандинавской мифологии дворфы, причем синие дворфы, это очень важно отметить. Существует ли там Локи, который является сыном греческого полубога? Потому что, по-моему, оригинал у него был немножко другой, как и многие другие оригиналы. Пожалуйста, покажите мне в этих оригинальных мифах, где написано, что все йотуны были невероятно белые. Покажите мне, пожалуйста. А, в принципе, можешь не стараться, потому что не получится. Я эти мифы читал, и там такого нету. Вот этот вот аргумент, на самом деле, про то, что если не указано обратное, то, в принципе, можно творить абсолютно что угодно, я принимаю не всегда, очень нехотя. По-моему, такой же самый аргумент использовала Джоан Роулин, когда ей срочно нужно было пояснить, что каст черной Гермионы на мюзикл это вообще нормально, как бы, и мне это нравится, потому что, ну, где же в книжках не указано, а потом находится какая-нибудь одна строчка, где это указано, и так получается, что, ой, не досмотрела, забыла. И, в принципе, как бы, ладно, там это тоже можно сказать, что ничего страшного, хотя там-то речь идет не просто об адаптации, а еще и об официальном канонично поддерживаемом продолжении. Поэтому, ладно, давайте мы не будем на эту совсем уж нехорошую территорию заходить. Хотя, блин, нет, в Гарри Поттере и этом долбаном дитя, там, как бы, у нас была база в виде актерских образов, потому что, когда вы говорите Гарри Поттер вслух, вы думаете о Рэдклифе и о том, как именно он был в фильмах нарисован. Вы его по-другому никак видеть не можете, поэтому там возникают прямо очень жестокие проблемы с интерпретацией. Но, когда мы говорим про Ангар-Буду, у которой интерпретацией, ну, они были, конечно, но не так много, да, это не самый хайповый персонаж. В киновселенной Марвела, по крайней мере, я ее не могу вспомнить сходу. Да, действительно, в киновселенной я ее найти не могу, только в комиксах. Нужно проверять себя дважды всегда, знаете. Никогда нельзя быть уверенным слишком сильно. Рэмкота не сдается и поворачивает логику Мэтта Софаса на него самого, спрашивая, окей, а когда вы дойдете до Египта, потому что, судя по тем зацепочкам, которые в последней части были, вы дойдете до Египта в какой-то момент, потому что Тир или Тюр, если хотите, якобы туда путешествовал, то можно ли будет сделать их жителей белыми? Ну, в такой, в таком же духе, да, как бы, если вы делаете интерпретацию, то это должно быть позволено, правильно? Это были бы двойные стандарты в противном случае. На что Мэтта Софас отвечает, но вы же знаете, что Йотаны не настоящие, в отличие от египтян. Они могут быть абсолютно чем угодно, в отличие от египтян, он имеет в виду. Дальше они уже переходят на личности, но вот этот аргумент я, если честно, от Мэтта Софаса не очень понимаю, я с ним в принципе не согласен. Если мы говорим про интерпретацию, по его собственной логике, то да, да, египтяне могут быть белыми, их боги тоже могут быть очень даже белыми, белоснежными, если хотите. Это не позволено чисто с современной социально справедливой точки зрения. Мы все прекрасно понимаем, почему. Потому что если ты попробуешь делать египтян, которые находятся к Африке гораздо ближе, чем скандинавская мифология, слишком белыми, или недостаточно черными, или даже недостаточно коричневыми, то твоей заднице будет очень и очень больно. Потому что все красноволосые завсегдата и твиттера моментально на нее навалятся, своими гигантскими ожиревшими телами. Гораздо больше, чем у Тора, если можно так выразиться. И, в принципе, я абсолютно не удивлюсь, когда дело дойдет до египетской мифологии, они будут объяснять свою приверженность именно к более коричнево-черным цветам кожи тем, что эти люди на самом деле существовали и существуют до сих пор их потомки. Мы должны с уважением относиться к реально существующей культуре. Вот, пожалуйста, у нас есть реальные доказательства. Ну и, соответственно, к богам тоже. Ну и что с того, что интерпретация? Ну ведь они же обидятся. Вот, вот, пожалуйста, они есть на самом деле. И я с этим не соглашусь сейчас и не соглашусь тогда. Потому что, ну, ты реши, на каком-то стуле сидишь, Мацопос. Но он решил дальше дать более развернутый ответ. Потому что ответочек в свою сторону он получил довольно много, примерно по такой же линии мысли. Не могу сказать, что его ответ мне очень нравится. Особенно учитывая то, что он начинается с предложения «О, боже, мне пришлось перебанить столько людей из себя в Твиттере». Полагаю, что я на самом деле хороший человек, я очень хорошо к людям отношусь, но вот эти вот клятые тролли, которых мне пришлось перебанить, конечно, заставили меня попотеть, но я с ними справился. Это такое небольшое отравление колодца, но не очень жестокое. Ну, и вот, буквально, следующий твит звучит так. «Ангарбода» в нашей интерпретации это наша молодая черная женщина. И мы ей гордимся. Очень-очень сильно гордимся. Бой, какая же она классная. Я не очень понимаю, если честно, что ты хочешь сказать, Мэтт Софас. Ну, то есть, как прекрасно понимаю на самом деле, просто хочу немножко поехидничать. Почему ты привлекаешь внимание к тому, что она молодая и черная? Имею в виду, это должно звучать прогрессивно, или мы все-таки говорим про интерпретацию, где она должна в первую очередь являться отдельным персонажем, да, которая стоит на своих двоих ногах. И ей не нужно говорить, что она молодая и черная, для того, чтобы она получила хотя бы какую-то ценность. Я более чем уверен, что у нее будет ценность по сюжету, но ты нихрена не оказываешь ей никаких услуг и не помогаешь, в принципе, существовать своим нарративом. Это больше обратный эффект производит. Если она действительно настолько важна и настолько классна, то это означает, что не нужно привлекать к ее цвету внимание, потому что она и сама справится, правильно? Однако небольшое количество людей в интернете оказались очень недовольны нашим выбором, но учитывая то, сколько лайков и репостов собрал оригинальный пост этот, я не знаю, можно ли называть его прям таким небольшим, но с другой стороны, учитывая то, что 95% аудитории подобных игр это нормизы, которые не то, чтобы активно участвуют в таких дискуссиях, да, я в принципе могу с ним согласиться чисто технически. Аргументы, которые он приводит в своих твитах дальше, более-менее соответствуют тому, что он говорил в предыдущих постах, только чуть более развернуто. У нас уже очень много персонажей, которые были по-другому интерпретированы в нашей интерпретации, говорит он. Он, конечно же, вспоминает гномов, которых я называю дворфами, потому что я играю в WoW, окей, у меня есть... Для меня дворфы и гномы это разные расы, поймите как бы и простите, или примите, или не знаю. Одного они сделали техасским старателем с характерным акцентом, а другого они сделали адовым ипохондриком, который боится лишний раз подходить к людям, которые занимались какой угодно грязной работой с характерным акцентом. Можно ли это назвать интерпретацией, которые не соответствуют, скорее всего, их легендарным образом? Да, да, конечно, можно. И даже нужно. Это именно так и есть. Мы можем взять любую основу и сделать из нее какой угодно образ, если он работает на историю. И да, определенно, образы Брока и Синдри на историю работали. Их там было приличное количество, они, можно сказать, для этой истории были ключевыми за счет того, что они делают с оружием и направляют героев на правильный путь. Даже если сами непосредственно в основных боевых действиях не участвуют, они все равно для истории были важны, и они были для нее важны такими, какими они есть. Кто-то был ими недоволен? Ну, я лично не помню, чтобы кто-то ими был недоволен. Был ли тогда кто-то недоволен тем, что эта интерпретация не соответствовала канону? Да вроде тоже нет. То есть обычно подобные дискуссии сводятся к тому, что мы не любим политизированность. Да, вот вы сделали из нашей игры политоту, потому что, ну, как бы, повесочка существует, и вы должны этой повесочке соответствовать, поэтому ангарбода черная, потому что вам нужно было отметить галочку у себя в списке. Нам нужен черный персонаж, даже если он туда плохо входит. И это, по сути, так. Ну, как бы, да, это происходит. Это постоянно происходит, и спорить с этим уже просто, возможно, не представляется. Другой вопрос, что, ну, хрен бы с ним, в принципе. Во-первых, я лично люблю черных девочек. Ну, как бы, это мои такие вот личные предпочтения, которых вы можете знать, если вы у меня на канале не первый день. Поэтому я лично буду очень рад. Не знаю, правда, по текущему канону она легальная или нет. Вот это вот нужно будет уточнить момент, очень важный. Но, во-вторых, когда люди спорят про политизированность подобного контента, у них очень часто в голове царствуют разные определения того, что является политическим дискурсом или политическими изменениями. У меня определение очень простое, я его постоянно проговариваю. Мы постоянно занимаемся политикой, просто политикой на микроуровне, а не на макроуровне. Не политикой с государственными дулами и министерствами иностранных дел и всякими такими штуками, а политикой отношений. Когда мы говорим с нашими друзьями, наша политика отношений с ними отличается от политики нашего разговора, там, с мамой, с бабушкой, например. Вы по-разному себя ведете, потому что вы находитесь в разном обществе, и, соответственно, от вас ожидают разные манеры поведения, если можно так выразиться. Мэтт Софос решает немножко смешать эти определения в одно для того, чтобы продвинуть свою точку зрения, даже если она все еще остается довольно спорной. Как писатель, как сценарист, ваша задача состоит в том, чтобы рассказывать истории про персонажей, которым можно сопереживать, и чтобы эти истории были интересными, чтобы они были интригующими, чтобы их хотелось потом рассказывать своим друзьям-знакомым, и чтобы они передавались из поколения в поколение, как настоящие легендарные истории делают. Естественно, ваши мнения и личные взгляды на жизнь будут через эти истории просвечиваться, как и у любого автора, я с ним абсолютно согласен. По этой логике можно сказать, что абсолютно любое письмо так или иначе носит политический характер. Просто обычно политики недовольны те, чья политика отличается от политики, которую выбрал автор. И да, он абсолютно прав с этой точки зрения, потому что, когда политика правильная, когда вам показывают привычный образ привлекательной женщины, на каких мы выросли, как-то, не знаю, Кейт Арчер, например, из No One Lives Forever 2, именно второй, кстати говоря, а не первый. Прямо тут очень важно подчеркнуть. Ну, да, есть такое. Я тоже больше люблю привлекательных женщин. Другой вопрос, что я нахожу вот этот вот текущий ангерборд очень привлекательный по своим собственным меркам, но эти мерки далеко не все разделяют. Я понимаю. К сожалению, когда он говорит слово политика в данном контексте, он немножко другое определение имеет в виду, да? То есть он имеет в виду именно мое определение, скорее. Потому что ты будешь говорить не обязательно о текущих политических темах, ты не обязательно будешь говорить о том, что какой же Трамп плохой, хотя это текущие политические темы назвать уже сложно, но ты будешь говорить о политике своих отношений с миром, с этими персонажами, да? С какими-то группами людей в конце концов. То есть наличие черной ангербоды в God of War это может быть проявлением политики автора о том, что как бы черные жизни действительно важны. Я полагаю, что да, просто не в той форме, в которой мы привыкли думать о том, что БЛМ ну как бы существует в реальном мире, да? Все вот эти погромы, грабежи и прочие очень хорошие вещи, которые с борьбой за гражданские права ничего общего особо не имеют, это уже другая политика, да? Вот люди обычно думают именно про эту политику, когда видят, что их любимых персонажей или персонажи, про которых они только что узнали, решили расово свапнуть немножко. И получается недопонимание. Очень прискорбное недопонимание, но, к сожалению, вы сами знали, на что идете. Потому что вы прекрасно понимали, какое решение принимаете. Давайте называть вещи своими именами. Они прекрасно, мать вашу, понимали, что они делают. И они рассчитывали на такую реакцию в какой-то степени, потому что это нагоняет игре еще больше хайпа. Не знаю, зачем God of War из всех возможных франшиз еще больше хайпа, потому что он в любом случае разойдется миллионными тиражами, но, окей, это мультивселенная, в которой мы живем, я полагаю. На хорошей ноте этот дискурс все еще не настолько тупорылый и бесполезный, как дискурс по поводу не слегка расширенных счетчик Eloise Horizon Forbidden West. Вот эту тему я до сих пор осознать своей головой не могу, но люди действительно на полном серьезе оскорбились, очень обиделись и начали гнать на дебютификацию за то, что у Eloi счетчики стали немножко побольше. Вместо того, чтобы говорить про игру в 17-минутном, сука, игровом трейлере, геймплейном, полноценном, ну, ладно, я это сделал, поэтому моя совесть чиста, но, честно вам скажу, ребят, я вот лично ничего против счетчику Eloi не имею до сих пор. И то мне кажется, что это было скорее временное решение, которое они в итоге исправят, но посмотрим, посмотрим, надеюсь, что она будет в 10 тоннах макияжа, извините за такое небольшое соломенное чучело сейчас, но я действительно нахожу очень смешным. Спасибо интернету за очередную партию бесполезных дискурсов, про которые все забудут уже через неделю, и спасибо ему за контент для меня. Спасибо вам за то, что вы досидели до конца, мои любимые мальчики, девочки и сладенькие булочки. Спасибо вам за то, что вам нравится меня слушать, вы приходите на канал Культа Живем, потому что подписывайтесь на него, красный кнопчик справа снизу, за то, что ставите лайки с комментариями для того, чтобы в алгоритмах его продвигать, за то, что колокольчик на все оповещения ставите, потому что иногда он работает и оповещает вас о видео. И спасибо вам за то, что вы будете оставаться такими классными в будущем. Люблю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!